Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Откройте бесплатный счет в Альфа-банке и получайте до 15 тысяч рублей в месяц за привычные действия по счету. Лучшая программа лояльности для бизнеса. В то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, а на русском ютюбе что не выпуск, то обзор китайца, я вам, ребята, сегодня привел вот такую историю. Смотрите, как игрушечная. Фишкой, конечно, никого не убедишь, в автомобиле никого нету, автопарковочка. Выехала машина из гаража, остановилась, ты подходишь, открываешь и поехал по своим делам. Ребята, это Kia Carnival, четвертое поколение, рестайлинговая версия, доступна для рынка Южной Кореи. Обзоров на ютюбе на этот автомобиль крайне мало. Это абсолютно новый автомобиль, купленный частником в связи с расширением семьи. Купил он его в марте этого года. На сегодняшний день пробег порядка 12 тысяч километров. У человека четкий ответ. Китайца мне не надо. Ребята, вы что думаете? Я оставлю вас без изюминки, без пикантностей. У меня для вас три козыря запасено в рукаве. Я настоятельно рекомендую посмотреть и, самое главное, послушать выпуск тех, кто за китайцев, тех, кто против китайца. И уже сходу ставят лайк и поддерживают выбор владельца. Ну вот, смотрите, у меня для вас есть изюминки. Первое. 1 миллион 680 тысяч рублей. Запомните эту сумму. Что она значит и о чем речь? Чуть позже вы узнаете. Познакомимся с этим автомобилем, потрогаем что-то не китайское, сделаем выводы, послушаем владельца. Ну а после вы напишите ваше мнение в комментарии. Почему нет? Все те, кто любит машину, ставьте лайк. Поехали. Первое, с чего мы начнем, это сердце автомобиля. Здесь установлен мотор 2.2, дизельный мотор. Как вы знаете, или те, кто следят за корейцами, у них сейчас пошла тенденция точно так же. Все новенькое, технологичное, в том числе начали ставить гибриды. В нашем случае 2.2, дизельный мотор. Мотор в принципе известен и понятен, хотя он ставится с 2020 года. К нему есть вопросы. Давайте не будем размазывать кашу по тарелке и сразу к делу. Китай это говно. Китайские машины не любят и китайские машины хейтят. Почему? Что-то может сломаться. То ручка не выдвигается, то камера заглючила и пошло-поехало. Вот так вот можно перебирать на пальцах. В том числе хвалят очень сильно корейские автомобили. Мы будем говорить сегодня конкретно про Акия Хёнды. Почему? Машина с историей, прогнозируемый, понятный ремонт. Машина надежная. Общаясь с владельцем, какие минусы есть у машины? Да никаких. Все классно. Но вот здесь есть интересная деталь. С 2020 года корейцы начали ставить новый дизельный мотор, который ранее считался у них очень надежным. Но теперь он стал другой. Теперь у него, первое, алюминиевый блок. И второе, вместо цепи там идет ремень. Все. И вот здесь, когда вы будете смотреть вдруг отзывы по этим автомобилям, подчеркиваю, Sorento Santa Fe Kia Carnival от 2020 года. Как правило, в 2020-2021 году люди говорили, что новый мотор, еще пока отзывов нет. Вот, я делаю публикацию в телеграме нашего канала, где человек, за что ему огромное спасибо, Kia Sorento, полетел у него мотор на пробеге 60 тысяч километров. Он заказывает новый мотор по цене 1 миллион 680 тысяч рублей. А так, камера не глючит, все работает исправно, машина не гниет, все здорово. Но на 60 тысячах отваливается мотор. Владелец этого автомобиля об этом тоже прекрасно знает. Потому что у них есть у всех чат, где они эти дела обсуждают. Естественно, можно сказать, ну это какая-то редкость. Вот кто из вас готов сыграть в эту лотерею? Вообще, типа, ремень нужно менять по регламенту на пробеге 240 тысяч километров. Но люди лезут его менять на 120 тысяч километров. Вот здесь человек отмечает, что вообще дело не в ремне. Вот просто вот сломался мотор, и у него теперь новенький за 1 миллион 680 тысяч. Не забывайте, что все эти автомобили новые привезены. Купить его в России от официальных дилеров нельзя. Нету официальных дилеров, соответственно, нету никакой гарантии. Сдать кому-то и сказать, меняйте. Нет, все, вот он тебе счет, иди плати. Как вам такое? Что это? Это не повезло? Или это... Это другое. Жду ваше мнение. Друзья, пользуясь случаем, хочу вас проинформировать, что в ближайшее время я отправлюсь в отпуск в одну страну заграничную, где хочу поснимать рынок новых автомобилей и рынок автомобилей с пробегом. Просто для контраста показать, что продается, какие цены, любопытно будет. Поэтому подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канала. Там это буду публиковать. Ну и, конечно же, соберем выпуск. Вы его сможете точно так же посмотреть на канале. Плюс в телеге есть много всего интересного. В том числе в телеге есть реальные цены на те самые китайские шушлайки от наших официальных дилеров. Всех жду в телеграм-канале. Естественно, работает он в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Один из минусов или плюсов, которые можно отнести к этому автомобилю, что абсолютно на все рынки он доступен только с передним приводом. Почему на эту махину не ставят полный привод? Ведь его многие любят. Это большой вопрос. Напомню, что когда были официально в продажах у нас корейские автомобили, все время была следующая разница. Ну, вот, к примеру, автомобиль может стоить на переднем приводе 2 миллиона рублей, а на полном приводе он будет стоить 2 миллиона 200 тысяч рублей. Это я вам даже с запасом называю. А так в среднем разница за полный привод была 100-150 тысяч рублей. Это в среднем. При условии того, что там будет появляться плюс какая-нибудь одна незначительная опция. Машину человек покупает абсолютно новой. Из-за границы, из Южной Кореи через Киргизию. Карнивал. Ну, одна из фишек этого автомобиля, за что его любят, в силу того, что это минивэн. У него полноценные 7 мест для посадки. 2 спереди, 2 сзади и 3 места задний ряд. Далее я вам деталь не покажу. Хотя у них появились дополнительные версии. У них есть еще и четвертый ряд, то есть 9 мест посадочных. Ну и также есть крутейшая фишка. Опция это комплектация. Лимузин. Это тот самый горб. Ну тогда ты уже в автомобиле можешь ходить не вот так вот, да, полусогнутый, а чуть ли уже не в полный рост. Это действительно круто. Если мы будем с вами ходить автомобиль по кругу, ну, знаете, на любителя. То есть вот эту машину на самом деле снимаем ее в удовольствие. Потому что никогда в России она прям такой массовой популярностью не пользовалась. Передний привод, хотя дай полный, это не даст никаких там абсолютного всплеска на продаже. Просто факт вам отмечаю. Если бы корейцы понимали, что нужен этому автомобилю полный привод, они его, естественно, без проблем воткнули. Ну и таким образом у нас есть еще сзади что? Потому что багажник, он здесь, как мне кажется, сделан реально правильно. Вот смотрите, он сам по себе небольшой. Подходи, пожалуйста, ближе. То есть он маленький, но он глубокий. Какие-нибудь чемоданы, например, для путешествия, сумки с продуктами, коляски и многое-многое другое сюда без проблем поместится. Если ты передвигаешься один или вас четыре человека, естественно, вот это вот все аккуратно складывается. И у тебя становится огромный багажник. Почему я считаю, что это правильно? Ну, что в первую очередь нужно отдавать предпочтение местам. И дальше ты уже сам можешь свой салон трансформировать, регулировать, настраивать ровно так, как ты хочешь. Ну, а так действительно удобный подход. Салончик, конечно, оценивайте сами. Вот есть порожек, который вроде бы ничего такого, но и виду придает, и посадку в автомобиль делает действительно комфортной. Что это? Дисплей как где? Как в китайце, как в Мерседесе, как в Порше, как где? Запускаем автомобиль. И тут я вам кратенько пробегусь по опциям. Вы можете, конечно же, посмотреть сами все то, что есть в нем. Я вам перебивками показываю, потому что вы можете самостоятельно глянуть, какие опции представлены, что из фишек. Ну, все самое необходимое есть. Это подогревы, вентиляция, подогрев руля, нормальная музыка, мультимедиа современная, карплеи. В том числе на задних сиденьях точно так же представлены массажи. Убрали они уже давно, да, селектор при включении передач. С одной стороны, поначалу, когда приходят вот эти шайбы, это многих возмущает. Как вот в BMW появились пимпочки. В других немецких автомобилях тоже убирают селектор. И появляется что-то, какая-то вот писюлька, крутилка, тыкнул на нее и поехал автомобиль. Но с точки зрения пространства, вот ты можешь ехать, рукой махать. То есть какой-то дополнительный шарм и изыск в этом присутствует. Так обычно говорят автожурналисты. По факту, хрень эта все полная, есть она, нету, тут уже все на любителя. Таким образом, на этом автомобиле можно всей семьей комфортно усесться и отправиться в дальнее путешествие. Владелец, кстати, это делает, это тоже важно. Некоторые покупают машину, но сами далеко никогда никуда не ездят. Конечно, вот это вот по-настоящему я называю комфорт. Не вот эти все рассказы, как в некоторых премиальных автомобилях сзади не усесться, а здесь ты садишься, ну все, сидение под себя настроено. Опять же, его можно, если я не ошибаюсь, конечно, там вниз, наверное, опустить. Я просто сам человек высокий, очень такой длиннорослый блондин. Он, здесь у меня с левой стороны расположен пульт. Вот иди, пожалуйста, покажи, как сможешь его. Просто как-нибудь сфокусируйся, чтобы было понятно. Вот после китайцев это, как бы, знаешь, такое тамагочи старое. Нажимаешь, вот он сейчас здесь включится. И пошел на стройке у тебя различное сидение. В том числе, одна из главных фишек, да, приятных, что здесь есть массаж. Ну и самое интересное, это, конечно же, посадка на третий ряд сидений. Вот он, конечно, уже сделан для совсем маленьких детей, которые, собственно, здесь и сидят. У владельца их двое. Здесь, ну вот вам, смотрите, пожалуйста, атрибутика. Детская водичка. Двое детей здесь сидят. Я могу здесь развалиться. Ну не забывайте о том, что придираться можно ко всему, что угодно. Можно засрать третий ряд, сказать то, что да это для карликов, это вообще не третий ряд. Вот эти два сидения можно чуть вперед подвинуть. Все сядут, всем будет удобно. Как говорится, может быть и в тесноте, но не в обиде. Явные такие изменения этого автомобиля. В силу того, что это рестайлинг, ну, понятное дело, изменили переднюю часть, другие фары, задняя часть, другие фонари. Насколько я знаю, здесь доработали подвеску. Она стала более комфортной, более плавной. Появились некоторые опции по салону. Так, например, здесь появилась полноценная проекция. Раньше отмечают, что ее вроде как не было. Ну, то есть, прям чего-то грандиозно нового, кардинально нового здесь нет. Но, опять же, ребята, все легко объясняется. Рестайлинг нужно сделать так, чтобы машину, так сказать, умыть, накрасить, чтобы она бросалась. О, новый карнивал. И, собственно, вот такой он у нас. Приехал куда-нибудь на море, кофе взял, стоишь такой, чайка летит, такая. Привет, чайка, мы приехали отдыхать на море. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Откройте бесплатный счет в Альфа-банке и получайте до 15 тысяч рублей в месяц за привычные действия по счету. Лучшая программа лояльности для бизнеса. Уже через минуту я вам начну озвучивать актуальные цены. Держитесь покрепче, чтоб не офигеть. Ребята, ну вот посмотрите. Не кажется ли вам, что автомобиль, несмотря на то, что, да, это рестайлинг, свежак, какой-то вот внутри скудненький. Китайцы в любом случае наш рынок балуют путем того, что открывая подобные минивенчики от китайцев, у них сзади есть огромные мониторы, как-то все более презентабельно. В том числе, вот на момент съемки, когда я ехал в Карнивал, у меня к нему было изначально более позитивное отношение, в силу того, что я на нем ездил как-то во Вьетнаме, и мне показалось там очень много места. В этот раз, когда мы залазим, ну вот мы ходим, как будто бы тесновато. Ну по кадрам вы видите, здесь я уже утверждать не буду, но почему-то после вкуса осталось такое, что все-таки как-то, ну, тесненько. Интересное наблюдение, что когда эти автомобили официально продавались в России, у них был когда-то ценник 3-3,5 миллиона рублей. Несмотря на этот ценник, который на сегодня относительно звучит доступно, относительно подчеркиваю, особо их не брали, но тем не менее покупали. Вот эта машина, вот конкретно эта машина, то, что мы сняли, в Южной Корее стоит 4 миллиона рублей на наши деньги. Человеку ее заказывают в начале года, и ему ее привозят под ключ по цене 6 миллионов 200 тысяч рублей. Абсолютно новый автомобиль, как он говорит, вообще пробега на ней было ноль. Он обращался в другие компании, говорит, где-то там 6400, 6500, до 7 доходило. То есть 6200, он уверен, что это очень хорошая цена. Но это было в марте этого года, сейчас-то уже, можно сказать, ноябрь на носу. Мы открываем доски объявлений, и я просто охреневаю. Вы посмотрите, автомобили, внимание, с небольшим, но пробегом 3-4 тысячи километров. И у них ценник 7, 7,5, а местами доходят до 8 миллионов 890 тысяч рублей. Это гибридная версия за семейный минивенчик на переднем приводе. Вот это вот как раз второе, скажем так, козырь в рукаве с точки зрения что, чего, ну куда такая цена, кто по этой цене способен покупать. Ну вот у нас есть главный герой, с которым мы сейчас пообщаемся. Сделаю пометку, что многие люди, ну в кавычках многих, там по пальцам всех пересчитать, а берут себе версию лимузин для того, чтобы использовать ее как бизнес-класс, как вот вы видите на картинке. То есть это некий такой офис на колесах, комфортная машина. Мерседес и прочее, это же вообще дорого. А вот карнивальчик вполне неплохо. Для кого-то. Когда люди заказывают автомобили из-за границы, практически каждому из них присылают кучу фотографий, в том числе подобные видеоролики. Добрый день, приехал на осмотр Киа Карнивал, 2023 год, 11 месяц, пробег 10 километров. Приступим к лакокрасочному, осмотр лакокрасочного покрытия. Но это когда машину тебе покупают там. А когда машина стоит здесь и ты хочешь купить сам, без помогаторов, как минимум тебе понадобится такой прибор, как автомобильный толщиномер Корсис Автоподбор. Работает прибор из коробки, но при этом для полной калибровки все, что нужно, есть в комплекте. Предположим, что мы с вами хотим купить машинку. Приходим и первое, что мы делаем, начинаем его проверять. И цифры, которые нам показывают прибор, могут повергнуть в шок, потому что 308 микрон. Обманул, хочет меня развести. Машина, наверное, битая. Но нужно во всем разбираться. В частности, у этого автомобиля передняя часть полностью защищена защитной пленкой порядка 200 микрон. Сам по себе кузов этого автомобиля красится 80-100 микрон. Бывает даже чуть больше. Ну вот, например, по дверям, смотрите, как хорошо корейцы сделали. 116, 120, 130 микрон. Это, в принципе, достойный результат. И вот таким образом, с помощью вот этого прибора, вы самостоятельно можете осмотреть автомобиль и понять, точно ли он в родне или же с ним что-то делалось. Красилась дверь, это есть прямой повод для торга. Ребята, разработан припор на территории нашей страны ребятами из Омска. На него идет пожизненная гарантия. По ссылочке в описании в официальном магазине Корсис вы можете про него все подробно почитать и заказать его с доставкой на дом. Пользуйтесь на здоровье. Знакомьтесь, Михаил, с твоего позволения на ты, Мишаня. Мишаня владелец этого автомобиля. Ну, давай перейдем к основной теме, Мишань. На хрена тебе такая машина? Вот сейчас люди скажут, передний приют, карнивал, 6200. Но их за 6 б.у. продают в предыдущей будке. Это раз. Ну, пытаются там 23-го года по какие-то модели продать. 6500 я видел, 5700. Ну, и перед выбором я сидел, смотрел, думаю, взять тот карнивал, предыдущий, дорестайлинговый. Ну, где-то он выходил по 4. Был у меня вариант один. Пробег всего лишь 4000 км. Потом сел, почесал одно место, подумал. Думаю, а может на рестайлинг залететь? В России их нет, ничего нет. Это и жирный плюс, потому что все едут на нее, смотрят. Сбоку видят китайца. Увидели значок Киа. О, это что? Ну, и вот владельцы четвертых карнивалов. Просто там на трассе едешь, начинают то в гонки играть, то просто за тобой едут, смотрят. То на парковке подходят. Машину пригнали сюда, в Москву. Ну, и она без номеров была, как бы. Я такой думаю, не, повезу ее на автовозе. Ну, не на автовозе, на эвакуаторе. И я вез ее с Химок. Подъезжаю к дому. Ее начинает сгружать. Подлетает БМВ. Парень такой, это что, карнивал новый? Да ладно, расскажи, покажи. Ну, вот, познакомились, пообщались. И он через, наверное, 2-3 недели заказал себе дорест. Ну, как бы, он говорит, я в деньги, как бы, хочу в другие уложиться, я хочу другую машину взять. Взял, довольный, счастливый, ходит. Присаживайся. Твое место, Чайна Таун, ты избаловали нас всех? Всякими своими фишками, прибаутками. Ну, да. Это кореец, рестайлинговый. Вот здесь, что можно отметить из фишек? Вот, допустим, подходите, люди говорят, ну-ка, покажи мне, что в этой машине есть и что ты покажешь? Ну, во-первых, здесь массаж сидений водительского и задних двух, которые, как говорится, под них в основном машина и покупалась. То есть у меня жена, двое детей. Был Мерседес кабриолет С-класса, в максимальной, в жирнющей комплектации, тоже черного цвета, все, классная машина. Но жена говорит, все, я беременна, извините. И, ну, я понимаю, что на Мерседесе далеко не уедешь. Плюс, как бы, зимой ты вообще на нем не поездишь толком. Одна из фишек, которая лично мне кажется очень классной на карнивале, сними его приборную панель и руль. Включи, пожалуйста, поворотник. Ну, это на многих корейцах идет. Да, у них там на Киеве, ну, это не на всех машинах такая есть. Не на всех. То есть, вы помните, что там, например, появляется камера, и ты, как бы, видишь, кто там слева едет. Вот это действительно прям классная фишка. А в остальном, на самом деле, ты и удивить, ты и нечем, правильно? Нечем, она простая, практичная машина. Просто отличается тем, что, ну, рестайлинг она. В рестайлинг чуть-чуть добавили, типа, этого массажа. Камера заднего вида, которая прям очень хорошо, там, на трассе едешь, все. Все, от тебя никто не слепит, ничего не происходит. Плюс ко всему проекция на стекло. Тут у тебя здесь есть адаптивный круиз? Да, есть, конечно. Пользовался же? Всегда, на трассе. Вот, вот. Люди, кто им попользовался, вот меня все время убеждают то, что у меня ее нету. И говорят, лошара, надо было брать. Ну, я по трассе не езжу много. Я хочу хоть немножко машины порулить. Сам порулить. Да, но те, кто на какие-то часто дальние расстояния, все от этих опций балдеют. Ну, у меня 90% пробег был трасса. То есть, я выезжаю на платную дорогу, включил функции, едешь, чуть-чуть рукой ее подруливаешь. Все. Тем временем мы с вами перемещаемся на наш легкий тест-драйв. Ребята, ну, первые впечатления какие? Опять же, звук дизеля. Как давно я его не слышал. Садишься вот на мелких оборотах, пока по парковочке едешь, слышно, но при этом присутствует та самая тяга на низах от дизеля. Ну, а в остальном, как вам сказать, я бы не сказал, что, знаешь, такое я в первых впечатлениях, это сказать, в силу вот этой приборной панели, торпеды, такая типа маршрутка, прямоугольная, длинная, в принципе, машина большая. Но по факту ты сел вот эти подголовники. Как обычно, под себя все настраиваешь, и да, можно поехать и в Сочи куда-нибудь, на Алтай, вот, точно, можно поехать на Алтай. Отсутствие полного привода, вот тебя, как владельца, это как вообще смущает, ты когда покупал автомобиль? Ну, когда покупал-то я понимал, что их нету полноприводных. Да мне и полный привод, по сути-то, и не нужен. Я живу в Москве, езжу по МКАДу и езжу по трассе. То есть я по деревням, там где-то заехать куда-то что-то, ну, это не моя тема, скажем так. С точки зрения шумоизоляции, давайте откровенно. Мы должны понимать, что тачка, ну вот, на 4 миллиона, плюс это кореец, прям чего-то здесь вау сказать, что она прям тихая, ну, конечно, невозможно. Вот здесь даже из пальца высасывать ничего не будем. Общий вывод от тест-драйва – это семейная машина и все, что из этого вытекает. В принципе, мягкая подвеска, в принципе, машина может разогнаться, но о каких-то гонках мы даже не говорим. Комфортная, спокойная езда, как по городу, так и по трассе. Средний расход топлива, конкретно на этом карнивале, Михаил отмечает 8-9 литров. Ты разложи, пожалуйста, эту атаманку, вот откиньте, покажи ребятам, какую вообще возможность дает автомобиль с точки зрения комфорта, чтобы можно было развалиться. Вот она выезжает, здесь можно подвинуть кресло. Да, вот, то есть она еще и тебе влево, вправо, назад, назад. То есть тут вот прям совсем отлично получается. Не хватает телека, нет? Или нафиг он не нужен? Честно скажу, был у меня Pradix 120, я поставил так же сюда телевизор. Он только брякал и все. Я его два раза открывал и тут же закрывал. Ну, ты устанешь ехать вот так вот, задрав голову, смотреть. Ну, а дети, когда садятся... Детям планшеты сюда надо ставить и все. Которые отдельно на Алиэкспрессе можешь купить. Он мог снять, посмотреть, обратно повесить. А вот здесь телевизор, он, ну, сильную роль не играет. Есть у тебя какие-то переживания, что за время владения этим автомобилем, ну, вот условно, там, сколько там, три года ты им планируешь, условно, владеешь, что-то сломается, что он будет неликвиден, что ты его хер продашь потом. Ну, вот реально, с такими-то ценами. Нет его продашь, и я всегда знал, что цены растут. У нее именно черное на черных дисках, причем у них как-то комплектации отличаются. То есть ты смотришь на диски, если вот такие типа паутины стоят, это значит все, самый жир, грубо говоря. После Toyota, когда я сел на корейца, была и Camry, и Pradik был, и праворукие были, спортивные там селики всякие, короллы. После японца сел на корейца, и прям совсем большая разница. Ну, хорошо, вообще, была мысль-то в голову, хоть какая-то закрадывалась, хоть на что-то ты китайское смотрел, вообще ничто. Даже на секунду не задумывался, может, какой-нибудь пикрафт-автобус китайский. Нет. А что так, херня китайская? Мне кажется, знаешь, это все сыровато. Шашлайки? Ну, не то, что шашлайки, но их берут, будем так говорить, от безысходности. Когда есть другие варианты купить, очень многие люди, которые ездят на европейцах, допустим, попробуй его заставь пересесть. В редких случаях он пересаживается. В основном начинают искать варианты. Сначала бэушку перебирают, потом начинают искать, заказывать из Европы. Просто многие люди боятся этого делать. Пока есть возможность, скажем так, ездить на других машинах, ну, на Китай пока не сильно, я смотрю. Ну, давай так, один последний вопрос тебе здесь. У людей будет вопрос. Чем занимаешься? Просто людям в двух словах, чтобы понимали, откуда деньги, как, на чем зарабатывают. Грузоперевозки, свои фуры. Три фуры и один десятитонник. Причем десятитонник китаец. Ну, я посмотрел на китайца, ну, как-то нормальная машина. Было без вариантов, решили взять, как бы взяли. А так фуры, и фуры все европейские. Да, старенькие, там пробеги, там у них большие. Но они ездят, возят. Вот три фуры и десятитонник дают нормальную возможность зарабатывать? Вообще сегодня заказы есть, востребованность этому есть? Именно сегодня начинается такой кризис в грузоперевозках. Идет спад, поэтому, если кому надо что-то, звоните, перевезем. Все, что угодно, скажем так. Начинают большие грузоперевозчики заходить на всех заказчиков, даже мелких. Сбивают ценник. А давят вас мелких. Ну, да, мелких пытаются выдавить. Особенно мелких ИПшников, у которых одна машина старая, там, и половина в кредите, и он не вывозит этот кредит, и он готов за любой зацепиться. Надо широкий сидеть, просто, чтобы кредит закрыть. Ну, я считаю, это неправильный подход. В каких-то случаях, ну, поставь ты машину, посиди, посмотри, нормальный вариант, потом едь. И плюс ко всему, то, что сейчас Китаем пошли задержки, оплат, начинается вот это все. Слушай, а есть у тебя фура, да? Да. А есть такая возможность, чтобы мы, например, приехали в какой-то день, когда фура будет свободна? На часик. Да, да. Чтобы мы могли сделать обзор фуры. Без проблем. Вообще рассказать, как это устроено. Может быть, если какой-то у тебя из водителей согласится дать комментарий, вообще, как работа происходит. В фуру залезть, чтобы я ее завел, там, чш-чш-чш, бух, я ни разу не ездил на фуре. Доходы, расходы. Рассказать про этих, про гадов, которые давят. Ну, гады, я так в кавычках, так с уважением, да. Они, что же, правильно. Да, ну, про крупный бизнес, который пытается все равно у вас тоже оттяпать, чтобы вас не было и так далее. И потом уже можно как раз цены-то и приподнять будет, да? Ну, вот обо всем этом мы и поговорим. Поэтому, если интересно, плюсик, комментарий, что-то нужно, чтобы было понятно, что интересно. Очень важно затронуть тему цен и выбора. Несмотря на то, что я об этом частенько говорю в выпусках про ситуацию на рынке, вообще, почему люди покупают китайцев. Это в случае с Михаилом и другими подобными. Михаил, у кого есть финансовая возможность вот так вот взять и 6 миллионов отдать за автомобиль наличкой. Купить машину из-за границы в кредит можно. Потребительский. А ставки вы прекрасно знаете какие-то. Свыше 20%. Сейчас людям поговаривают, что ставки там уже по 30 назначают. А китайцы при этом говорят, привет. Хай, ничах, нихао. Ну, приходи к нам. У нас будет для тебя льготная ставка, у нас для тебя будет гарантия, у нас для тебя даже есть рассрочка, если у тебя есть определенный первоначальный взнос. И когда люди начинают читать свои денежки, они такие, блин, ну, классная машина Киа Карнивал, но у меня есть на Чанань и какой-нибудь Чанань. Я это не высмеиваю, я это констатирую как факт. Но опять же, ребята, вдумайтесь, я прекрасно помню, когда вот эти Карнивалы были 3,5 миллиона рублей, блин, смотришь, передний привод, тачка вроде бы классная, но 3,5 миллиона рублей. 6,200 в начале года, 8 миллионов в конце года, куда? И при этом Миша со всей ответственностью, ну, как со всей уверенностью, говорит, цены только растут, цены только растут, и вы об этом прекрасно знаете, утиле повышают, и все то, что будет приводить к поднятию цен, только растет, растет, растет. Особенно, когда кто-то привезет ее, да, дилеру отдаст на продажу, ну и так далее. Поэтому здесь очень просто, и это ответ всем тем, кто скажет, ну, а что, кроме китайцев нет других машин, что ли? Чего вы только китайцев-то все снимаете, вот, пожалуйста, какие Карнивал, посмотрел, облизнулся, и не хватает какой-то понтовости. В любом случае, люди, когда приходят выбирать автомобиль, они все равно хотят, чтобы это было не только семейное. Вот если бы из этого Карнивала удалось бы сделать что-то более понтовое, то я вам приведу живой пример. Вот смотрите, на что похожи фары? Вспоминаете? Что? Кадиллак, Кадиллак Эскалейт. А Кадиллак Эскалейт новый, здоровая машина, которую точно так же можно назвать семейной машиной. Да, она выше, да, там полный привод, у нее есть свои фишки, но в том числе там есть точно так же третий ряд. И как раз вот там сочетание и для семьи, все, что нужно, у всех, кого нужно, можно расходить. И в тот же момент, ты когда сам на нем видишь, это здоровая шайба, такой уже совсем другой подход, к автомобилю уже другое восприятие. Ну и в завершение, мое любимое, зачем покупать китайца, когда сегодня можно привезти абсолютно любой автомобиль из любой точки мира. В Корее новенький 4 миллиона, у нас в наличии новенький 7-9 миллионов рублей, где высшая цена за гибрид. Ну вот, смотрим дизельную версию, цены бешеные. Так еще, нюанс, мотор, а вдруг сломается, это под 2 миллиона рублей замена мотора и время ожидания. Цена раз, мотор два, ну и третье, это комплектация. Передний привод и когда ты смотришь, давайте так, здесь на любителя кому-то, мониторы, подсветки и прочие опции китайские не нужны, вот классика, зато меньше чему ломаться будет. И какое количество граждан в процентах может позволить себе сегодня за наличку купить новенький семейный минивэн, корейский. В такие серые, холодные, мокрые осенние дни я к вам пришел со свеженьким корейцем. Я надеюсь, вам этот ролик был интересен, любопытен, спорен и вам захотелось высказать ваше мнение в комментарии. Нам же с вами, как автолюбителям, хочется знакомиться с новинками, смотреть вообще, что в мире присутствует, какие автомобили есть. Именно поэтому, если вы себе купили что-то действительно свежее, не более трех лет или новое, не китайское, пишите, пожалуйста, на почту. Давайте встретимся, точно так же заснимем с точки зрения того, что сделаем, так сказать, ход конем. Пока все снимают китайцев, мы поснимаем что-нибудь не китайское и интересное. Поэтому все новинки приветствуются, кто готов приехать, буду только рад. Делов на два часа, не более. Не добавить, не убавить. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все социальные сети. До новых встреч. Пока-пока.